Здравствуйте, в эфире Вести Ульяновска, события недели. В студии сегодня с вами я, Дмитрий Емельянов. И вот что вы увидите в первой части нашей программы. Вспышка кори. Есть ли угроза дальнейшего распространения заболевания? И кому, и где можно сделать прививку? Проезд в ульяновском транспорте дорожает. Днём 23 рубля, вечером 27. Перевозчики утверждают, что себестоимость 30 рублей. Пассажиры возмущены, но альтернативы нет. Сюрпризы весенней погоды. Оттепель, текут крыши, снегопад заметает дороги. Все в ожидании паводка. Очаг заболеваемости кори в Николаевском районе удалось вовремя купировать. Новых случаев заболевания не зафиксировано. Об этом заявили представители здравоохранения региона. Ситуация находится под контролем. Проведена вакцинация местных жителей. С 11 числа, сегодня у нас уже 14 марта, случаев заболевания не зарегистрировано по этому очагу. Итак, мы этот очаг закрыли 15 случаями в 4 населённых пунктах. Это самое крупное, можно сказать, наибольшим количеством зарегистрированных случаев. Это у нас Барановска, село Барановка, 8 случаев. Это у нас Николаевка, 3 случаи. И по одному случаю у нас получается Славкина и Ахметлей. Три случая заболевания, зафиксированные в Ульяновске, пока официально не подтверждены. Для достоверной диагностики лабораторные исследования проводят на 4-5 день после появления кожной сыпи. Министерство здравоохранения призывает ульяновцев к коммунизации. Обеспеченность вакцинами противопрививыми штатная. Прививаем в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. Для этого все необходимое количество вакцины имеется. В первую очередь вакцинация от курения необходима медработникам и детям. Если человек сомневается в наличии прививки, он может сдать кровь на анализ. Такие исследования проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии. Анализ показывает, есть ли у пациента иммунитет к коре. Плановая вакцинация начнётся в апреле и продлится до октября текущего года. Но не всё так печально в Ульяновском здравоохранении. В том же Николаевском районе, в селе Татарский Сайман, завершилось благоустройство нового фельдшерско-акушерского пункта. Кстати, в послании Федеральному собранию президент России сделал акцент на доступности, медицинской помощи жителям сельской местности. Новый ФАП открылся в прошлом году и облегчил жизнь многих сельчан. Ведь до ближайшей больницы 21 километр. Старый медпункт в селе своего здания не имел. Кочевал с места на место. Постоянно холодно было, трубы прорвались постоянно, замерзали постоянно. Оттуда нас перевели, садик закрылся, садик. И такая же история с садиком была. Из садика нас перевели в школу. В прошлом году медработники переехали в новое здание, а теперь уже своё. ФАП обслуживает три села, это полторы тысячи человек. Для удобства пациентов оборудовали смотровой, детский и акушерский кабинеты. Там пациентам могут оказать первую медицинскую помощь. Удобное место расположения, фельдшерский пункт, находится в центре села. Подбирали сначала место, а потом строили. За короткий срок было построено здание. И в основном в селе проживают почти пенсионеры, в основном многое. Нам очень даже хорошо. Кстати, врачи ФАПа обеспечивают ещё и население необходимыми медикаментами. Лекарства поступают к ним из Николаевской аптеки. А в детской поликлинике номер 7 сейчас идёт капитальный ремонт. Начался он в декабре прошлого года. Уже заменены инженерные системы отопления, водоснабжения и канализации. Теперь начались отделочные работы. Замена напольной настенной плитки, подготовка к покраске. В поликлинике расширили холодные ожидания. Здесь будет действовать регистратура и отдельный колл-центр. Кабинеты останутся переченью стандартной для поликлиник. И по поводу их оборудования в рамках программы развития детского здравоохранения. В 2018 году для этой поликлиники было приобретено оборудование для кабинета офтальмолога. Новое, современное, которое позволит улучшить качество диагностики и лечения детства. 60% ремонтных работ выполнены. Начать прием пациентов планируют с середины лета. Конечно, на ремонты медучреждений требуются деньги. Об их недостатке заявили ульяновские перевозчики. За комфорт и безопасность в транспорте надо платить, говорят они. Поэтому с завтрашнего дня, с 18 марта, в Ульяновске поднимается плата за проезд маршрутных такси. Подробности в материале Павла Игнатьева. О том, что перемены назрели, перевозчики заявляют уже давно. Тариф они собирались поднимать еще в январе. За время трехмесячной отсрочки ситуация в лучшую сторону не поменялась. Цены на горючие налоги для предпринимателей только выросли. Дальше уже тянуть некуда, потому что выросло все. И если в данное время не поднять цену на проезд, то перевозчики просто не смогут обновлять транспорт. Повысив стоимость проезда, перевозчики обещают обновить подвижной состав на 30-40%. Чтобы уложиться в график, тарифы они формируют сами. После принятия 220-го федерального закона цену на проезд определяют владельцы коммерческих маршрутов. Тариф составляет 20 рублей. Себестоимость перевозки пассажиров на уровне 30 и выше перевозки пассажиров. А где эти 10 дефицитных рублей? Они внутри коммерческого транспорта, который недополучает, оптимизирует, недопокупает, не инвестирует. Ну, это те сложности, которые есть. Так вот, 220-й закон дал коммерсантам право самим определять так называемый потолок тарифа. С начала следующей недели проезд подорожает на 3 рубля. С 20 до 23 рублей днем и с 24 до 27 рублей после 8 часов вечера. Сегодня об изменении тарифов официально объявили 5 перевозчиков. Цена изменится на маршрутах номер 38, 94, 3, 93, 55. Конечно, это удручает, потому что есть же пенсионеры, которые считают, в принципе, каждую копейку. И для них даже это будет накладно. Главное лишь бы они ходили. А что теперь делать? Ну, это не впервые, как бы, то, что повышается цена. Поэтому ничего удивительного. Ну, а так, ну, печально, конечно, что еще сказать. Не радует абсолютно. Пассажиры беспокоятся, что вслед за пятью уже объявившими об изменении тарифов перевозчиками цену поднимут и другие. И, судя по всему, их опасения небезосновательны. По заявлению представителей транспортного альянса, проезд подорожает почти везде. Опасения пассажиров не оказались напрасными. О повышении стоимости проезда уже заявили владельцы маршрутов номер 4, 8, 87 и 88. Напомню, что трамвай тоже подорожает с 1 апреля до 18 рублей. Дальше тоже на злобу дня. Появление этих репортажей обусловлено погодными условиями. Весна для некоторых ульяновцев обернулась великим потопом. Жители домов на улицах Стасова и Лихачева каждый год с первым таянием снега оказываются один на один со своей бедой. Стены и крыша не спасают от потоков воды. А до ответственных лиц не достучаться даже через суд. Нам пришлось просто-просто натянуть, от стола мы клеенку прибили, чтобы просто капало туда на улицу. Окно открывать, а на руку у меня кирпич упал. Вы представляете? Стена в доме номер 5 по улице Стасова настолько размокла, что из нее спокойно вываливаются кирпичи. Но даже это не самое страшное. В ванной над головой жильцов крыша буквально разверзлась, обнажив провисающие балки, готовые вот-вот рухнуть. Мы ходим по краешку сейчас. Сейчас это еще немножко, день-два, и это все на голову упадет. Наша съемочная группа уже была в этом доме пару недель назад. Тогда, на следующий день после выхода сюжета, представители управляющей компании сразу же заделали дыру в полах. Сказали, можно жить, смеются обитатели дома. Но даже неработающая проводка и плесень от пола до потолка не так смущает жильцов, как разрастающаяся буквально на глазах трещина в стене, и колонны, готовые вывалиться в любую минуту. Невозможно уже ремонтировать, ее просто сносить. Пока этот дом ожидает комиссию, назначенную на март, дом номер 13 по улице Лихачева по закону уже должен быть расселен. После трех лет мытарств по инстанциям и победы в трех судах на руках у жильцов исполнительный лист о расселении. Но до сих пор они вынуждены терпеть неприятные сюрпризы от родных стен. Уехали утром в поликлинику с ребенком, приезжаем домой, у нас залило потолок. Значит, телевизор хотели снять, включаем, он вспыхнул, сгорел. Все лекарства у детей затопило, мебель всю затопило. В доме живет 94-летняя бабушка. За всю свою жизнь она не вспомнила ни одного ремонта. Кроме того, на ее этаже нет ни санузла, ни горячей воды. Я как живу. Ничего нет. Никаких условий нет. Решение о расселении могло бы помочь женщине в статусе «дети войны» хотя бы на старости лет пожить в комфорте. Но пока жильцы не могут решить вопрос даже о починке крыши. Позвонила в колл-центр, оставила заявку. Сейчас мне звонит мастер, говорит, я сейчас приду, но я только сделаю описание, то, что у вас копает крыша, ничем помочь вам не могу. А у меня трое маленьких детей. Вот сейчас вот этим вот как дышать. В департаменте жилищной политики региона мониторинг по протечкам кровель жилых домов ведется. На данный момент зарегистрировано около 200 протечек. По всем фактам, которые поступили в департамент жилищной политики, жилищными инспекторами будут проведены проверки с принятием соответствующих мер административного воздействия к нерадивым содержателям жилищного фонда. За это предусмотрена административная ответственность. О коммунальных бедах ульяновцы могут сообщить в контакт-центр при главе города либо непосредственно в департамент жилищной политики. Адрес для письменных обращений – Спаская-3, Министерство энергетики, ЖКК и городской среды. В четверг, в середине марта, в Ульяновскую область неожиданно вернулась зима. Осадки за несколько часов выполнили декадную норму. Снегопад в первую очередь ударил по автовладельцам. Городские дороги засыпало напрочь. На несколько часов движение было парализовано на самых оживленных маршрутах. Из-за снежных накатов встал и президентский мост. Две фуры застряли, все, скопилась пробка, коллапс, трактора проехать не могут, почистить. Если бы просто вовремя движение перекрыли, для фур, только для фур, все бы было нормально. Разгрести завалы удалось спустя три часа. Движение оживилось только ко второй половине дня. Но не для всех. Один раз встает, второй проезжает, и так по очереди, потому что дорога в два раза уменьшилась. Видите, сугробы огромные. Очистки вообще не производятся на данный момент, пока рядом ни одна машина не проехала. Вместе с тем городские власти уверяли, что бросили на борьбу со снегом все имеющиеся дорожные коммунальные службы. Очистка будет происходить в течение всего дня, пока не будут очищены все дворы. То есть весь день, сегодня вечер, и остатки в ночь мы будем продолжать убирать. То есть все управляющие компании будут работать в полном режиме. Так и случилось. Основные магистрали в Ульяновске расчистили к вечеру. Кстати, на 14 марта были запланированы торжественные мероприятия в честь Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Однако сложные погодные условия вынудили отказаться от праздника и направить все силы на очистку территории города. Почти 5000 специалистов брошены в регионе на борьбу с грядущим весенним паводком. Эту цифру озвучили в областном правительстве. За уровнем воды в реках наблюдают не только традиционными способами, фиктюрой отметки, но и с воздуха. Разведывать обстановку будут сразу 10 беспилотников. Готовится к дружной весне в региональном центре. О том, как проходит эта работа, расскажет Артем Петров. Плотина на Свияге готова к весеннему паводку. Проверены и отлажены все передвижные механизмы для откачивания воды. За уровнем Свияги здесь следят непрерывно. Например, сейчас затворы открыты на полную мощность перед таянием льда. Необходимо сбросить воду. То есть при поднятии уровня воды поднимаются затворы. В зависимости от скорости пребывания, или один затвор может быть поднят, или два, или все три. Если вовремя не принять меры, возможно подтопление частных домов. Противопаводковая работа проходит при взаимодействии сразу нескольких плотин гидромедцентра и МЧС. За координацию отвечают региональные и городские власти. Готовность Свияжской плотины проверил глава областного Минприроды. Базовых опасений нет, но мы будем очень тщательно следить за погодными явлениями. Если будет так называемая дружная весна, то паводок может быть очень сложный. Это, как правило, крайняя пятидневка марта и первая пятидневка апреля. Вот 10 дней у нас будут самыми горячими. Известны и участки, по которым паводок способен нанести значительный удар. В Ульяновске это поселки Мостовая, Сельдь и Дачный, а также села Боротаевка и Луговое. В городе учли опыт прошлого года, когда некоторые улицы в частных секторах затапливало так, что люди не могли покинуть свои дома. С паводком, который будет проходить по сценарию прошлого года, мы бы его сумели свести практически к минимальным, так скажем, неудобствам. Предотвратить не сможем, я же говорю, мы не боги, чтобы бороться с природным явлением, но минимизировать до максимума мы его сможем. Гигерев добавил, что вся техника, которая может копать, возить и толкать снег, уже распределена по районам города. Если понадобится, привлекут дополнительные силы и средства. Дружную весну, которая принесет с собой паводок, город и регион встретят во всеоружии. Услугами дошкольного образования охвачены 35 тысяч детей из областного центра региона. Такие данные приводит городское управление образования. За минувший год этот показатель возрос на 2000. Исполнение майских указов президента продолжается. Так дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах Ульяновска. Растет и число ясельных групп. Сейчас их только в городе свыше 400. Тем временем стартовала и кампания по выдаче направлений в дошкольные учреждения. Еще недавно в очереди за направлением в детский сад приходилось стоять годами. Но сегодня процедура проста и прозрачно. Попасть в дошкольные учреждения можно даже с 9-месячного возраста. Все это благодаря новым федеральным законам и указам президента. Например, в мае прошлого года Владимир Путин подписал документ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года. Один из пунктов указа за номером 204 – это достижение стопроцентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. На указ президента от 2018 года стоит перед нами первостепенной задачей. Поэтому предусмотрели в городе Ульяновске создание условий, наличие данных групп и определение режима для пребывания детей. Поддержка семей стала одной из ключевых тем ежегодного послания президента Федеральному собранию. Путин отметил, что запись в детские сады должна проходить без дополнительных заявлений и походов по инстанциям. А к 2020 году необходимо перейти на проактивный формат. Когда человеку достаточно выслать запрос на услугу, остальная работа ляжет на автоматическую систему. Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов. Но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями. Создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. Новые ясельные группы появляются и в Ульяновске. Например, это первый корпус шестого детского сада. Здесь целый год проходил капитальный ремонт. И вот уже сейчас к приему детей готово практически все. Конкретно эта группа, ползунковая, она рассчитана на самых маленьких и одновременно способна принять до 20 детишек. Новые коляски, пеленальный столик, манеж и еще даже нераспечатанные коробки с игрушками. Их дети откроют уже скоро. Осталось лишь несколько проверок. Мы готовы принять детей, начиная с 9 месяцев. На кратковременное пребывание, на полный день у нас созданы все условия. На ремонт детского сада город и регион направили 62 миллиона рублей. Изменился не только облик системы воды и теплоснабжения, а также новые. Путевку в перерожденные учреждения сегодня получила и Евгения Ермакова. Ее сын Ярослав станет одним из тех, кто будет распаковывать те самые новые игрушки. Никаких очередей. С момента рождения ребенка было подано заявление через МФЦ. Все очень быстро, хорошо. Сейчас нам исполнилось три года. Мы вот получили направление в шестой садик. Компания по выдаче путевок в дошкольные учреждения началась 1 марта и продлится до конца июня. За это время будет выдано свыше 9 тысяч путевок в детские сады областноваться. На прошлой неделе мы рассказывали о нападении бездомной собаки на 7-летнюю девочку. Напомним, инцидент произошел в поселке Первомайский Чердоклинского района. Сейчас ребенка уже выписали из больницы, а работники местной администрации признаются. Случившееся стало для них уроком. Чему научила ЧП и какие меры были приняты, расскажет Екатерина Лазарева. Чтобы бездомные собаки не представляли угрозу, достаточно их отлавливать и размещать в приюте. Казалось бы, решение вопроса на поверхности. Но не все так просто. Организовать отлов не проблема. В Чердоклинском районе уже увеличили сумму расходов на эту процедуру. Круп по отлову стало больше. Но размещать животных негде. Приют на территории района есть, а мест там нет. Вместительность приюта на данный момент составляет 22 головы, 22 собаки. В настоящее время у нас содержит 40 собак. Приют переполнен, животные испытывают дискомфорт, стресс в связи с этим. Руководство приюта «Лапа помощи» пытается привлечь волонтеров. С активистами поиск новых хозяев для собак пойдет быстрее. Администрация Чердоклинского района инициативу поддерживает. Мы сейчас рассматриваем несколько направлений. И в том числе по созданию новой некоммерческой организации по защите животных на территории нашего Чердоклинского района. И предоставлению грантов. И предоставлению также мер материальной помощи на пристройство животных. Допустим, если волонтеры нашли нового хозяина, то, соответственно, мы изыщем средства на чипирование, на стерилизацию, либо на первичные прививки. В районе тысячи-полутора тысяч рублей на каждую собаку. Сейчас отловленных животных размещают в местах передержки. Четыре пункта выделил Аграрный университет. В ближайшее время передержку организуют и в Чердоклах. Но решение это временное. После стерилизации собаки, скорее всего, вновь окажутся на улице. Правда, как отмечают ветеринары, стерилизованные животные становятся спокойнее. По Ульяновской области сказать, что стерилизованные животные ведут себя агрессивно. Были случаи нападения именно стерилизованных животных. Такого в нашей практике по Чердоклинскому району не было. Конечно, отвечать за животные было бы оброметчиво. Но отрицательных результатов по хотя бы Ульяновской области мы таких не наблюдаем. Теперь отлавливать будут даже собак с ошейниками. При этом хозяину необходимо написать объяснительную записку. По какой причине животное осталось без присмотра. В ближайшее время для бездомных животных намерены обустроить еще один приют. В Чердоклах. Для этих целей выделят средства планируемого фонда. А пока помочь в решении проблемы могут неравнодушные люди. Приют «Лапа помощи» приглашает всех желающих приехать в гости и найти четвероногого друга. В Ульяновске продолжают борьбу с несанкционированной торговлей. В Засвияжье не только наградили нарушителей штрафами, но и эвакуировали УАЗ, который использовали в качестве своеобразного ларька. Подобные рейды проводят во всех районах областного центра. Какую продукцию с пола и из лужи продавали в Заволжье? Репортаж Артема Петрова. Мы сегодня первый день здесь. Мы здесь не стояли никогда. Мы первый день пришли. Почти каждый из тех, к кому во время рейда подошли сотрудники полиции, отвечает будто по одному сценарию. На самом деле всех продавцов «Сладка» в Заволжье знают уже давно. В отношении многих составлены десятки, а то и сотни протоколов. И первый раз, я вам так скажу, составлялись протоколы. И ни первый, ни второй? Ни первый, ни второй раз. Вещи, разложенные на асфальте и в сугробе к граничищам служий. Так выглядит несанкционированная торговля. Нарушители мало того, что не платят налоги, так еще и продают товар весьма сомнительного качества. Мы, в принципе, ежедневно проводим рейдовые мероприятия. То есть вот таких вот протоколов, как сейчас, вот здесь оформляют достаточно много? Очень большое количество протоколов, да. Вы видите, они уже практически без сотрудников полиции, без других проверяющих, скажем, структур. Они уже сами начинают складываться, соответственно, убирать. На улице 40-летие Победы. Места для садоводов тоже оккупированы. Реализовывать товар здесь можно лишь тем, кто сам его производит. Здесь таких немного. А из продукции овощи, фрукты и мед. Незаконную перепродажу устраивать запрещено. Это уже проспект генерала Тюленева. Здесь торгуют и вовсе даже не вещами, а рыбой. Находится она прямо на полу, а продавец буквально ногами убирает товар подальше. Услышав замечание, нарушитель мигом исправляется, о чем сообщает во всеуслышание. Просит показать, как перекладывает коробки с рыбой руками. Нам не жалко. Видимо, как и не жалко покупателей. Тем, кто продает замороженную неизвестное количество раз продукцию. Причем раскладывает ее возле оживленной дороги. В районной администрации подчеркнули, в отношении этого человека уже выписаны штрафы на сумму в полмиллиона рублей. Куда ж вы убегаете-то? При появлении сотрудников полиции исчезают продавцы на врача Михайлова. Вместо себя оставляют четвероногого сторожа под прилавком. Видимо, такое поведение хозяйки удивляет и пса, который не торопится вставать на защиту рыбы, на которую, конечно, нет документов. По итогам очередного рейда составлены 10 протоколов об административном правонарушении на общую сумму в 15 тысяч рублей. И сейчас переходим к обзору событий культуры. Его сегодня представит моя коллега Ирина Шмыгова. Здравствуйте, Ирина. Уступаю вам место в студии. Спасибо, Дмитрий. Секретные документы показали ульяновцам. Государственный архив новейшей истории представил выставку «Симбирский ульяновский край». 20 век под грифом «Совершенно секретно». Экспозицию развернули на базе креативного пространства «Квартал» на улице Ленина, 78, в рамках первого архивного фестиваля. Хронологические рамки выставки охватывают историю региона от событий февральской революции 1917 года до 80-х годов прошлого века. Это обусловлено тем, что документы более позднего периода на сегодняшний день остаются по-прежнему засекреченными. Здесь мы с вами обнаружим и документы о строительстве ульяновского авиационно-промышленного комплекса, материалы об охране государственной тайны печати в 30-е годы. Особый интерес представляют документы периода Великой Отечественной войны. Именно в разгар военных действий на территории России 19 января 1943 года была образована Ульяновская область. Здесь же представлены документы наших партнеров. Это Самарский областной архив социально-политической истории, который представил записку Куйбышевского обкома партии о разукрупнении одноименной области. Именно этот документ положил начало современной Ульяновской области. Выставка будет работать по 26 марта. В течение всех дней в экспозиционном зале будет работать фотозона «Уголок архивиста» с настоящей печатной машинкой и инсталляцией рабочего места сотрудника архива прошлого века. Великий змей и хитрая лисица. В историко-мемориальном центре музея имени Гончарова представили оружие, украшение и одежду коренного населения Северной Америки. В уникальную экспозицию вошли 150 подлинных предметов, которые в разные годы принадлежали жителям племен Великой Равнины. Чтобы собрать все эти вещи, краснодарскому художнику и этнографу Игорю Гурову потребовалось 30 лет. Автор выставки долгие годы жил среди коренных индейцев, изучал быт и влияние других народов на их жизнь и культуру. Индейцы очень долгое время использовали для своих украшений, для своих вещей иглы дикообраза. То есть они нарезали их мелко-мелко и как бусины пришивали на разные вещи. Но вот даже у современных индейцев существует такое понятие Russian Beats, то есть русские бусы. Оказывается, русские бусы проникали на территорию Великой Равнины, ну еще, например, где-то в 18 веке, через Аляску. Экспонаты из частной коллекции Игоря Гурова больше 10 лет гастролируют по российским музеям. Сейчас они впервые оказались на Ульяновской земле. На выставке можно увидеть военную и ритуальную одежду враждующих племен, женские наряды, расшитые иглами дикообраза и бисером, детские игрушки и предметы шаманских культов. В Ульяновске открылась персональная выставка Рубена Сафронова к 50-летнему юбилею жизни и 30-летию его творческой деятельности. Художник представил нас у зрителей как новые работы, написанные за последние 5 лет, так и самые любимые. Например, портрет еще юной дочери Карины или сестры в подсолнухах. Картины 90-х годов прошлого века. По словам коллег, Рубен Сафронов в своем творчестве стремится передать красоту каждого уголка Ульяновского края. Портреты земляков, людей труда глубоко реалистичны, даже наполнены философским осмыслением жизни. Какой смысл делать человека похожим в работе, если ты не стараешься передать его внутренний мир? Для этого есть фотографы, и они с этим лучше справятся. А наша задача не сделать человека похожим, а постараться отобразить его так, чтобы понять, а что он прожил в жизни, что он сделал или еще что-то, какие события он пережил. Рубен Сафронов – один из немногих художников, кто пишет анималистические картины. Всего на выставке представлено около ста живописных произведений. Экспозиция находится в картинной галерее по адресу улицы Гончарова, 16. Выставка продлится до середины апреля. И еще об одной экспозиции, но уже начинающего художника. В музее археологии Симбирского края состоялась первая персональная выставка ульяновской художницы Анны Ворошиловой. «Чувствую душой» – это не только название экспозиции, но и жизненный девиз молодой одаренной натуры. Воспитываясь в творческой семье, Анна переняла у родителей их влечение живописью. Долгое время единственными, кто мог оценить работы художницы, были ее родные и близкие. Сейчас картины могут увидеть все желающие. Несмотря на первый локальный успех, в планах у Анны развивать свои навыки дальше и осваивать новые техники рисования. Хочу с пастелью поработать. В ближайшем времени будут какие-то работы еще выполнены в этой технике. Поэтому самое главное, что мне это доставляет огромное удовольствие, делает меня счастливым человеком. Ну а что будет дальше, посмотрим, время покажет. В основную экспозицию дебютной выставки художницы вошли 62 картины. И это далеко не все ее работы. Многим полотнам просто не нашлось места в рамках одного показа. Часть из них девушка подарила своим друзьям, а самые дорогие остались в личной коллекции. Их Анна планирует экспонировать в будущем. Спасибо, Ирина. И в заключении выпуска о конкурсе видеопоздравлений, который для телезрителей устраивала наша телерадиокомпания. Как он проходил и кому точно стоит заглянуть на наш сайт gtrk.defisvolga.ru. Об этом в материале Антона Никитина. Мамы, бабушки, сестры и все-все представительницы прекрасного пола в прошедшие выходные слышали в свой адрес теплые слова поздравлений и пожеланий. Кто-то произносил их лично, кто-то по телефону. Ну а участники конкурса «ГТРК Волга» сделали это максимально публично. И вот теперь итоги подведены. Имена авторов лучших видеооткрыток известны. Конкурс длился три недели. Мы получили большое количество работ. Всем большое спасибо. Наши деловые партнеры предоставили свои подарки. «ГТРК Волга» учредила свои призы. А те, кто участвовал в конкурсе и прислал свои работы, возможно, найдут свои фамилии на нашем сайте. Напомним, деловые партнеры нашего конкурса – это торговая марка «Фабрика Снов» и сеть салонов оптики «Симбирский взгляд». С помощью открытого голосования определилась тройка победителей. Ее возглавила Семкина Валентина Геннадьевна. Поощрительные призы также ждут других участников. Их имена были выбраны случайным образом. Еще раз посмотреть на конкурсные работы и узнать, не вошли ли вы в число победителей, можно на сайте gtrk.defisvolga.ru. Ну и, конечно, не забывайте и не в праздничные дни говорить приятные сердцу слова своим близким. И напомним, это, конечно, не последний конкурс, который проводит наша телерадиокомпания. Следите за новостями на нашем сайте и в эфире телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», а также на «Радио России» Ульяновск. И на этом наш выпуск завершен. Сегодня встретимся еще раз на канале «Россия-24» в 14 часов. Всего доброго.